Доброе утро! Мы гулять вышли, а у нас опять снег. А я ещё думаю, что-то ночью так как-то холодно было. А тут вон чего. О, нынджер залез. Господи, скакун. Ой, надо же. Роза в снегу. Интересненько. О, полетел. Ну что, мои хорошие. Опять зима. Ну вот сейчас посмотрела погоду. Сегодня ноль днём. А завтра плюс одиннадцать. Потом плюс двенадцать. Потом плюс десять. Так что это, видимо, буквально на сегодня снег. Ничего, ничего, Маська, побегай по снежку. Не так часто это бывает. Такая погода. Ну тихо, ветра нет. Снежочек. Девочки, мои дорогие, всё забываю. Спрашивали у меня люди, у которых нет интернета. Что за магазин в Евпатории, где вы покупали холодильник? И вот сейчас я вспомнила, и вот хочу, значит, рассказать. Магазин называется «Удача». Находится он в Евпатории, улица Интернациональная, дом 107. Там и техника всякая, и злато-серебра. В общем, много там чего есть. Вот. Насколько я знаю, что они там ремонтируют технику, и потом её продают. Вот. Цены очень неплохие. Я, правда, покупала уже два года назад холодильник. Я его покупала за 5000 рублей. Так что, интернациональная, но её, по-моему, все знают, где она находится. Уж прям, я даже вот, чё говорить-то. Вот. Так что, кому что надо. Вот. Есть вот у нас такой магазин в Евпатории. Вот там. Всякого, 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 всякого. Много там чего, да, много. Вот, холодильник, всякий, золотишко. Ну, в общем, много чего. Если чего-то надо, езжайте или позвоните. Вот телефон. Так. А это, это я вам показываю, видимо, другой. Но они есть и в Симферополе тоже. Это вот 9 мая, 88. Ну, это одна сеть. Вот. А это вот интернациональная улица, 107. Вот телефон. То есть туда можно как-то в скупку сдать. Ну, вот позвоните, вам объяснят. Там очень такие прям люди работают, хорошие. Всё объяснят и скажут. Можно сдать, можно купить. У меня завтрак. Ой, так захотелось блинов. Хотя я их раньше не любила совсем. Ну, что, достала вот вишню замороженную. Три блинчика себе сделала. Сейчас позавтракаю и опять возьмусь за дела. Маська чапкает. Слышите? У него тоже завтрак. Ой, видите? Градус-то какой. Красота, Маська, скачет. Крыши белые. Ой, там вон поля белые. Здорово, да? Здорово! Так, теперь что? Вот есть у меня такие бусы. Ну, мне кажется, все знают такие бусы. Это уже, понятное дело, что это винтажные. Очень много здесь бусин таких вот. Ну, совсем, видите? Вот отверстия так проделаны, что ужасно это смотрится, некрасиво. Ну, давно у меня на них руки чешутся. Вот. И хочу я сделать длинные бусы из них. Вот. Я хочу все это дело разобрать. Добавить туда... У меня вот есть и сердолик разный, и кварц есть. Да много тут у меня чего есть. Вот у меня всяких этих бусин. Вот. И я хочу оставить приличные бусины, добавить другие. И вот в такой цветовой гамме сделать бусы. Делать, видимо, я их буду такие вот, как с галстучком внизу. Ну, кто как называет, в стиле Боха. Ну, в общем, то, что сейчас модно. Потому что это уже, согласитесь, куда это? Что это? Зачем это? Вот. Так что сделаю вам, покажу, что у меня получится. Пошла работать. Ну, что, мои дорогие. Доделала я вот это украшение. Тяжеловатое оно получилось. Поэтому я силикон сделала под цвет. И сделала вот такие силиконы. Толик приезжал. Ну, вот. Шея тонкая у манекена. На нормальной шее вот это вот подтянется. И ровно вот эти вот элементы будут. А тут я уже... Я на своей шее мерю все ровно. А тут вот так. Вот медная фурнитура. И вот эта вот фурнитура пригодилась. Я очень люблю, когда... Как сказать-то. Ну, когда это все не... Ну, как живое, шевелится, что ли. Такие штучки. Вот. Напишите, девочки, как вам. Ну, на нормальном человеке не будет так длинно, конечно. Покороче будет. Вот сейчас я... Где-нибудь. Где-нибудь, наверное. Вот так вот, наверное, будет. Вот так вот где-то будет. Да. Так что силикон будет на шее. Ну, что, вот и вечер наступил. Товарищ есть, просит, мявкает. Ну, хочу сказать, что так практически не растаяло. Ну, немножко растаяло. Но в основном... Маська, что ты как носишься? Господи, я все говорю, что он худющий такой. Так он как носится-то, он просто... Не успеваешь уследить за ним. Вот энергия. Ну, что, никаких закатов. Погода такая не до закатов ей. Вот. А я практически, вот, девчонки, полдня проковырялась с бусами. Вот, до самого вечера. Ну, потому что там... Мало того, что бусины все неровные, это галтовка крупная, она... С ней вечно одни проблемы. Так у них еще и... Как сказать-то? Ну, с одной стороны отверстие нормальное, а с другой такое вот... О! О! Что не входит ни один пин туда. В общем, ковырялась-ковырялась, искала еще другие бусины, ну, чтобы заменить, которые уж совсем не годятся. Вот чепушила, а! Чепушила! Господи! Ой, правда, как заяц у него задней лапой впереди головы, когда он бежит. Вот. Но, в общем-то, получилось очень даже симпатично. Ну, вот. Такие вот получились. Длиной они 80 сантиметров без вот этой кисточки. Просто не умещаются на манекене, и поэтому я их вот два раза завернула. Вот. 80 сантиметров. Плюс вот этот вот галстучек. Маська домой просится. Сейчас подожди, Мась. День прошел не зря. О, накручивает километраж. Маська! Чудо в перьях. Блин. Ну, ладно, лапыськи, давайте прощаться до завтра. Пойду сейчас себе ужин приготовлю. У меня там окунь есть. Сейчас я его почищу, пожарю себе. Окушочка. Вот. Да? Доделаю там чуть-чуть осталось. Да надо сегодня лечь пораньше, поспать. Я сегодня в 4 утра встала. Какого хрена? Вот какого? Чего не спалось? А, вот видите, снег растаял. И теперь вот такие сосунки. Ой-ой-ой-ой-ой. О, какая красота-то. Сегодня звонила Татьяне Валерьевне своей подруге, которая в Кинишме сейчас находится. Ну, в Мурманске я у неё в гостях была на дне рождения. Вот. У них холодно. Тоже двадцатка. Красиво. Снега много. Прям красота. Вот. Ладно, зайчики мои, рыбоньки. Давайте. Пусть всё будет хорошо. Пусть всё в нашей жизни будет вот так красиво. Пусть не болит ничего. Пусть всё будет в норме хотя бы. Понятно, что ничего не болеть не может у нас уже в нашей третьей молодости. Ну, хотя бы в норме. Да, Маська? Вот. Не болейте, не грустите. Кто болеет, выздоравливайте быстренько. Весна скоро. Разболелись тут. Ладно, мои дорогие. Ой, уже рука замёрзла. Прям холодно на улице. Ещё ветрище-то. Вот. Давайте. До завтра. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. Так. Субтитры сделал DimaTorzok